Стенозирующий лигоментит или щелкающий палец, или еще по-другому защелкивающийся палец. Довольно распространенная такая проблема, которая возникает у спортсменов очень часто, которые занимаются теми видами спорта, где важна сила хвата, даже захваты, это армлифтинг тот же самый. Но на самом деле эта проблема встречается также часто и у людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, работают с инструментами, плотники, столеры, слесари, то есть те, кто сжимает долго и сильно какие-то инструменты. Так вот, почему я решил записать это видео, это короткая его версия, полную вы найдете на моем канале на YouTube, на канале Доктор Шилов. Потому что мне задал человек вопрос, ну я решил не отвечать, но прямо в личку, решил записать по этому поводу ответ для всех. Что я, собственно говоря, буду делать часто, потому что так удобно. Вы сможете поделиться этим видео с своими товарищами, друзьями и так далее. Ну а сейчас простонозирующий лигоментит. Это такая проблема, когда при разгибании палец щелкает, а потом возникает ситуация, когда он просто перестает разгибаться. Ну поехали. Итак, вопрос Михаилу Шилову, который мне написали. Это мне, то есть. После усиленных тренировок без ума с гриперами, это тренажер для рук, на левой руке мизинец у меня перестал разгибаться. Я пошел к хирургу, мне поставили диагноз стенозирующий лигоментит, прописали мазь от облетки и после двух недель палец щелкать перестал. И прошли неприятные ощущения. И разгибаться стал нормально. Вопрос, можно ли мне будет вообще заниматься кистевыми эспандерами или забыть о них вообще? Есть ли упражнения и методики, благодаря которым можно избежать данной проблемы с суставами? Ну на самом деле проблема здесь не с суставами, а с сухожилиями. Но отвечу на вопрос, у человека не сильно развернуто. Но чтобы было понятно, что с этим делать и куда пойти, куда податься и что можно предпринять. Ну, и так. Значит, основная причина данной проблемы – это частые, сильные и однотипные нагрузки, вызывающие воспалительный процесс в области кольцевой связки. Сужение ее просвета, то есть просвета, сформированного самой же связкой. И утолщение сухожилия, которое плохо проходит в этот просвет. Поэтому лечение типовое, как при любом типе воспалений, связок и сухожилий. При возможности всегда лечение надо начинать с неоперативных методик. К ним относится прежде всего физиотерапия. Сюда я отношу электрофорез с рассасывающими ферментами, противовоспалительные препараты. Проводят также иммобилизацию пальца, то есть закрепление его в правильном положении, то есть когда он разогнут. Делают лечебную гимнастику в кисти, тепловые процедуры, корригирующий массаж. Лечение консервативными методами проводится длительно, реально долго, в течение нескольких месяцев оно может идти. И значительный положительный эффект отмечается также при введении вместо воспаления глюкокортикостероидных гормонов, таких как гипроспан или кинолог. Они эффективно подавляют воспалительный процесс и поэтому очень успешно влияют на хорошее лечение. Необходимым условием является смена работы или устранение травмирующих факторов. Эффективность таких лечебных методов значительно выше в начальных стадиях заболевания, когда еще возможно разгибание пальца, пусть даже и со щелчком. К сожалению, даже комплексная терапия и совокупность всех методов не всегда способствуют полному излечению и восстановлению. В таких случаях дело доходит до хирургического лечения. О том, каким может быть это хирургическое лечение, я расскажу отдельно. Отдельно запишу видео. Теперь про рисунок. На рисунке под цифрой 1 утолщение самосухожилия, сгибателя пальца. Второе – это кальцевидная связка. И третье – это сухожилия сгибателя. Сначала нужно все вылечить, добиться стойкой ремиссии. А затем я уже рекомендую укреплять самосухожилия изометрическими и статическими упражнениями. Это к вопросу о том, какие существуют методики по восстановлению и реабилитации, а также о профилактике подобной вещи. У меня есть такая методика, называется она «Стальные руки 1, пальцы, запястье, пястье». Там как раз много вопросов посвящено укреплению сухожилий о пальцах и разработке кисти после травм, после профессиональной спортивной патологии для реабилитации. Поэтому, если вас интересует этот вопрос, то как этот курс приобрести, эту методику, значит, звоните или пишите на WhatsApp или Viber на телефон плюс семь девятьсот шесть пятьсот четырнадцать двадцать четыре четырнадцать. И я вам отвечу, как можно эту методику приобрести. Также вы можете писать и звонить мне, чтобы получить онлайн-консультацию или записаться ко мне на прием. Прием я веду в городе Кохма, это рядом с городом Иваново, который город невест в Ивановской области. Онлайн-консультация, ну понятно, онлайн-консультация. Можно по скайпу, по WhatsApp, по Viber и так далее. Что еще хочу сказать. Полную версию этого видео, где я расскажу и покажу, какие бывают консервативные методы лечения, какими они способами производятся, как делается коррегирующий массаж, как делается электрофорез, как делаются тепловые процедуры и так далее, вы можете увидеть на моем канале на YouTube, который называется «Доктор Шилов». Ну а также на сайте докторшилов. докторшилов.com Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok